Биткоин Знаете что? Я злой! И не потому что биткоин так сильно поскользнулся, а потому что это произошло на 2 дня раньше, чем ожидалось. Что ж, позвольте мне объяснить. В четверг, то есть уже сегодня, истекают фьючерсы CME. Так уж исторически сложилось, что почти всегда это означало падение для биткоина. Поэтому большие движения биткоина ожидались мною именно сегодня, в четверг. Однако это случилось во вторник, черт побери. В любом случае это именно то, чего все ожидали в выход из треугольника. Возможно биткоин вернется в этот треугольник, тем самым обманув кучу людей, которые продавали в процессе падения. Объем во время этого падения, кстати говоря, был достаточно высоким. Так что по крайней мере у нас есть какое-то подтверждение настоящего прорыва. Поэтому теперь то, что вы обычно ожидаете увидеть после таких прорывов, это торговля в диапазоне, где предыдущий катет поддержки становится сопротивлением. То есть фактически торговля в поле от 7900 до 9300 долларов. Но это же биткоин. Он имеет тенденцию время от времени делать что-либо странное. И кое-кто видит похожую ситуацию в 2017 году, когда мы также наблюдали треугольник, прорыв биткоина вниз, возвращение обратно в площадь треугольника и дальнейший рост даже выше пика треугольника. Если это повторится, то в нашем случае это выше 13800 долларов за монету. Но это не точно. Но кое-что я находил действительно странным и возможно вы понимаете о чем я. Во вторник утром, когда я проснулся, биткоин упал всего лишь на 2-3%. Хорошо, ничего необычного, но лайткоин в это же время упал на 10-12%. И тогда я начал исследовать, а что же произошло, возможно что-то конкретное. Но я не увидел ничего определенного, только множество комментариев, в которых восклицали, бакт, что же ты сделал с лайткоином. Но потом, конечно, уже вечером все мы поняли, что лайткоин просто шел впереди времени, а все остальные его догоняли в этом падении. Именно лайткоин и начал этот альтсезон. Альтсезон наоборот. Я не раз уже слышал, что многие указывали на это в прошлом. То, что лайткоин являлся лидером как на растущем, так и на падающем рынке альткоинов. Однако, насколько я понимаю, нет никакого логического объяснения тому, почему это должно быть именно так. Но я думаю, что это полезное и интересное наблюдение. Так пришло ли время покупать дно? Лично я докупил, но мне очень трудно сказать, стоит ли это делать вам. Потому что я начал покупать биткоин с 3600 долларов и продолжаю это делать до сегодняшнего дня. Об этом, кстати, видео тоже было. Поэтому, пока биткоин торгуется значительно выше 3600 долларов, меня не особо задевают 15% падения. Если вы, как и я, можете позволить биткоину падать дальше без каких-либо нервных или финансовых потрясений, то, возможно, было бы неплохо докупить. Если вы получаете зарплату в конце месяца и вы покупаете каждый месяц, поздравляю и добро пожаловать в клуб. Однако, если вы не можете позволить биткоину упасть еще ниже из-за своих личных психологических и финансовых соображений, не покупайте. Я думаю, что если биткоин действительно пойдет ниже, то это будет потенциальная ловушка, в которую часто попадают многие трейдеры, ожидая нового дна после старого. Сейчас эта тема тоже очень актуальна. Я говорю о гэпах на биткоин в Xiaomi и фьючерсах, о которых сегодня рассказывают абсолютно все. Типа, ну мы сейчас находимся в районе 8000 долларов, гэп в Xiaomi наконец заполнен. Теперь мы должны заполнить следующий гэп, это 6000 долларов. Но давайте представим, что цена опустилась до 6000 долларов. Этот же трейдер снова выпустит свой пост, видеоролик, аналитическую статью, в которой скажет «О, мы достигли 6000, это моя первоначальная цель, теперь я буду ждать 3000 долларов». Ну и так далее. Он никогда не купит на провале, а будет покупать только на росте. Причем очень часто на позднем росте. Это и есть синдром FOMO, синдром упущенной выгоды. То же самое происходит и с фиксацией прибыли. Биткоин впервые достигает 15000. Трейдер говорит «О, я подожду 17». Биткоин достигает 17. Трейдер говорит «Подожду до 20». Достигает 20, подожду до 25 и так далее. А потом биткоин падает до 3000. И в это время трейдер говорит «Ну ладно, время зафиксировать убыток». Таким образом, этот трейдер теряет все свои деньги. Уверен, вы точно не хотите быть этим парнем. Ставьте себе цели, как для убытков, так и для прибыли. Насчет того, связано ли падение биткоина с БАКТ. Я не думаю, что это как-то связано конкретно с БАКТ. Я думаю, что это совокупность факторов. Давление продавцов росло и не совсем удачный запуск БАКТ стал последней каплей. Ведь малый объем БАКТ поселил сомнения в сердцах инвесторов. А точно ли институционалы заинтересованы в биткоине? Как результат, массовая паническая распродажа. 1,2 миллиарда долларов в биткоинах были отправлены на биржу. Примерно через 4 часа после этого наблюдается чуть ли не самая большая красная свеча за весь этот год. Кто-то говорит, что это Крейг Райт во всем виноват. Интересно еще и то, что такой ресурс как Whale Alert пропустили эту огромную транзакцию. А может быть специально ее не запостили. Это уже вызывает сомнения в том, а можно ли и дальше продолжать пользоваться им для своего анализа. И все это, конечно же, хорошо для биткоина. Почему же? Потому что я всегда ищу что-то позитивное в любой ситуации. Как превратить кажущуюся негативной ситуацию в нечто хорошее и позитивное. В данном случае, если это был всего лишь один человек, который вызвал всю эту панику на рынке, то эта паника очевидна иррациональна. И рынок поэтому быстро ее нивелирует. И здесь я должен был закончить невероятно глубокой моралью. Но я ее не придумал. Поэтому меня зовут Богатейший Ди. Богатейте и зарабатывайте. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok